Сирия, сколько у Трампа и Путина боевой мощи? Иозеф Хауснер, Фочус, Германия 14 апреля 2018 года Приготовься, Россия, после угрозы президента США Дональда Трампа использовать ракеты в Сирии Весь мир волнуется, может ли быть нанесен военный удар и когда Президент США обвиняет президента Сирии Башара Асада в том, Что он якобы использовал отравляющий газ в городе Дума Эксперты по вопросам безопасности предостерегают от возможных последствий действий США Даже если Трамп слегка пошел на попятную в Твиттере Я никогда не говорил, когда произойдет нападение Обстановка вокруг Сирии продолжает оставаться крайне напряженной Газета New York Times сообщила о том, что на этот раз администрация Трампа Обдумывает возможность нанесения более мощного удара, чтобы послать четкий сигнал Но у кого вообще есть огневая мощь вокруг Сирии и в каком количестве? Вот наш обзор Сухопутные войска Преимущество России Но это вряд ли имеет значение будучи защитницей правителя Сирии Башара Асада Россия в военном плане по-прежнему обширно присутствует в этой стране, охваченной гражданской войной Число российских военнослужащих в Сирии составляет от 5 до 10 тысяч человек У США – лишь около 5 тысяч человек в Ираке и в Сирии Об этом сообщил в беседе с корреспондентом издания «Фокус» военный эксперт Альберт Аштахель Альберт Аштахель Наряду с двумя базами в Сирии у Москвы есть в этой стране военные советники, которые поддерживают вооруженные силы Асада Что это означает для боевой мощи? Штахель заявляет, число солдат не имеет значения В случае конфронтации эти сухопутные войска играют незначительную роль ВВС Огромное преимущество США США Штахель указывает на несколько баз США за границей Из которых могут быть нанесены воздушные удары по сирийской территории Катар В этом государстве Персидского залива у США имеется одна из крупнейших военных баз на Ближнем Востоке Там находятся, в частности, истребители F-16 и сверхдальние стратегические бомбардировщики B-52 Диево Гарсия На этом маленьком острове в Индийском океане расположена совместная база Великобритании и США Американцы используют ее для военных и разведывательных целей По словам военного эксперта Штахеля, там размещены американские тяжелые стратегические бомбардировщики В-2 Кипр Здесь у Великобритании, одного из важнейших союзников США в Сирии, имеется две военные базы Там размещены шесть боевых самолетов типа Торнадо ГР-4, которые используются и в Ираке Турция, ВВС США используют также военную базу в Инджирлике на юге Турции в рамках своих военных действий в Ираке и Афганистане Здесь якобы размещены американские истребители Ф-22 и даже около 50 атомных бомб В-61 Россия и у Москвы есть военно-морская база в сирийском портовом городе Тартусе Военно-воздушная база Хмеймим в провинции Латакия на северо-западе Сирии Там готовы к применению зенитно-ракетные системы типа С-300 и С-400 для защиты российских баз Каждый комплекс С-400 может быть оснащен 32 ракетами Кроме того, российская газета ведомости со ссылкой на несколько источников Например, в российском министерстве обороны Перечисляет среди прочего военные комплексы России в Сирии и ее окрестностях 8 зенитных ракетных комплексов БУК со 128 ракетами Одна такая ракета якобы сбила в 2014 году пассажирский самолет МН-17 над Украиной Пушечно-ракетные зенитные комплексы ближнего действия типа «Панцирь» 6 истребителей-бомбардировщиков типа Су-34 Имеются также истребители Газета ведомости говорит о 18 истребителях типа Сухой Су-30 и Су-35 Военный эксперт Штахель считает, что в этом районе могут быть от силы 25 российских боевых самолетов Что это означает для боевой мощи С помощью истребителей-бомбардировщиков России хотя и может бомбить и Алипы или Восточную Гуту Однако это не сопоставимо с боевой мощью США и их союзников В воздушной войне сильные американцы, говорит Штахель Совместно со своими союзниками США могут осуществлять налеты на Сирию с многих сторон Большим преимуществом США стоит считать множество военных баз, в то время как русские имеют в Сирии лишь две У американцев, 157 одних только истребителей-перехватчиков и 354 истребителя-бомбардировщика, которые они могут перемещать за несколько часов на различные военные базы Военно-морские силы, у США преимущество, но относительные США У США, самый большой флот авианосцев в мире В настоящее время в Средиземном море находится, в частности, эсминец Дональд Кук Известно, что он оснащен крылатыми ракетами типа «Тамагавка» и прибыл в такое место, из которого его оружие может ударить по Сирии Этот военный корабль еще 2003 году обстреливал крылатыми ракетами цели в Ираке Военный эксперт Штахель предполагает, кроме того, что в Средиземном море находятся несколько американских подводных лодок, которые в любой момент могут запустить крылатые ракеты Сколько? Неизвестно Кроме того, в Средиземном море находится соединение США с авианосцем Гарри Трумэн Это военное соединение сопровождает в настоящее время также немецкий фрегат Гессин Однако Министерство обороны в Берлине опровергло догадки, что этот немецкий фрегат из-за запланированного военного удара США по Сирии уже на пути в Средиземное море Как указывается, речь идет лишь о давно запланированных учениях Россия для России стратегически важна база военно-морского флота в сирийском порту Тартус Это единственная военно-морская база России в Средиземном море Согласно одному газетному сообщению, Москва располагает вблизи Сирии двумя фрегатами типа 11356, класс Адмирал Григорович, оснащенными 64 ракетами Что это означает для боевой мощи? Боевая мощь американских военно-морских сил невероятна, говорит Штухель Однако ВВС можно задействовать намного быстрее, поскольку авианосцам требуется много времени, чтобы приблизиться к Сирии Таким образом, военно-морские силы вряд ли будут играть сначала какую-либо роль Заявленные перемещения служат, скорее всего, для устрашения Это изменится лишь с течением времени, когда флота действительно приблизится к Сирии, говорит Штухель Продолжение следует...